В этом видео я расскажу, сможет ли боевой лазер ослепить, повредить или уничтожить те или иные спутники. Получится ли у него испортить хрупкую аппаратуру космического аппарата, нарушить связь, выжечь матрицу и тому подобное. В качестве примера лазерного оружия мы будем использовать такой комплекс, как Пересвет. Его целями станет сразу несколько потенциальных жертв, а именно... Спутник Sentinel-2, который благодаря мультиспектральной камере использовался для наблюдения за атаками на аэродромах в Крыму и Херсоне, а также смог оценивать повреждения Антоновского моста. Спутник Sentinel-1, который благодаря САР использовался для наблюдения за передвижением Черноморского флота и помогал в нахождении некоторых установок РЛС для С-300 и С-400. И спутник Starlink, который используется вооруженными силами Украины как система надежной военной связи с огромной пропускной способностью. Материал подготовил и озвучил Арбогаст. В отличие от наведения помех или выжигания матрицы, физическое повреждение или полное уничтожение спутника является самым сложным испытанием для любого лазера. Большинство орбитальных разведчиков и систем связи созданы на основе алюминиевых сплавов, в которых иногда встречается армирование керамическими нитями, что делает их тепловое разрушение довольно трудозатратной задачей. Радиаторы также используют в себе металлы, а то и тугоплавкие варианты керамики, такие как карборунд. Например, наша главная цель Sentinel-2, создан на основе алюминиевой рамы с сотовой многослойной обшивкой, сделанной из ранее озвученного металла. Он также покрыт теплоизоляционной фольгой на основе каптона, армированной стекловолокном. Для того, чтобы узнать, сможем ли мы продырявить или разрезать такую сложную цель, посчитаем, сколько энергии на квадратный сантиметр может выдать наш боевой лазер. Для этого сначала узнаем диаметр лазерного пятна на цели, после чего посчитаем, сколько мощности на это пятно приходится. Минимальное расстояние до наших сентинеллов составляет примерно 650 км, а поэтому вписываем это число в калькулятор, ссылка на который будет в комментариях под роликом. Умножаем это на качество лазерного пучка нашего пересвета. Перемножаем полученные значения на длину волны в микрометры, после чего делим на диаметр зеркала, что отвечает за фокусирование луча на цели. Полученные промежуточные значения подставляются в формулу как диаметр пятна. Добавляем выходную мощность, после чего получаем итоговую мощность излучения на цели. 0,001 кВт на сантиметр квадратный. Выходит так, что лазер, который на расстоянии в 5000 метров вполне мог уничтожать пластиковые дроны, на дистанции в 650 км, даже без учета атмосферных помех, утратил всю убийственную мощность. Для примера, чтобы поджечь фанеру, нам нужно около 1 кВт на сантиметр квадратный, поэтому надеяться на физическое уничтожение спутника подобным лазером все-таки не стоит. Более того, даже это слабое излучение будет практически полностью отражаться теплоизоляционной каптоновой фольгой спутника. Похожая ситуация состоит и с радиаторами, что оснащены многослойным тефлон-серебряным покрытием, позволяющим как излучать собственную тепловую энергию в космос, так и отражать внешнюю. Несмотря на то, что практически все эти покрытия созданы для отражения солнечного света, они также прекрасно подходят для нивелирования воздействия химических лазеров ближнего ЕК, таких как пересвет. Именно поэтому мы полностью отметаем какое-либо физическое уничтожение спутников с помощью койл-лазеров киловаттного класса. Для этого нужно что-то более сложное и мощное, запитанное желательно от группы производительных ядерных реакторов. Несмотря на то, что излучение нашего лазера не способно расплавить кусок обшивки вражеского спутника, это еще не означает, что мы не можем нарушить его работу. В отличие от непосредственного уничтожения, мы можем избрать намного более тонкую тактику, а именно разрушение матрицы вражеской камеры. Это все еще сложнее, чем просто навести временную помеху, но значительно проще, чем продырявить спутник насквозь. Более того, мы можем заставить оптику цели работать на нас, вынудив фокусировать луч лазера огромным зеркалом на маленькой матрице. Возьмем в качестве первой жертв Sentinel-2. Он оснащен мультиспектральным оборудованием для наблюдения как видимом, так и икоспектрах. Его главное зеркало, которое мы заставим работать в наших интересах, в размерах составляет 44 на 19 сантиметров. Учитывая, что диаметр нашего лазерного пятна составляет 3,4 метра, на главное зеркало спутника приходится почти 1% нашего излучения. Сделаем скидку на то, что расширяется луч вовсе не идеально, а поэтому возьмем в три раза больше энергии. Зеркала Sentinel-2 созданы на основе отполированного карбида кремния, и если справочник меня не обманывает, его отражающая способность в спектре работы пересвета составляет около 21%. Это означает, что на входе в оптику наша мощность уменьшилась до 3%, после чего мы потеряли еще 79% оставшейся энергии на зеркале, и уже под финал остаток направился дальше, к хрупкой оптике. Перед матрицами свет разделяется на два направления. Первый идет к сенсорам видимого спектра из самого ближнего ЕК, в НИР, а второй на основные ЕК-детекторы, с ВИР. Их размеры практически одинаковы, примерно 23 на 6 сантиметров, что относительно первичного зеркала сжимает наш луч в 6 раз. В итоге мы имеем 0,02 ватта на сантиметр квадратный. Учитывая, что наш СВИР охлаждается карборундовыми радиаторами до температуры минус 80 градусов по Цельсию, сжечь их у нас точно не выйдет. С ВНИР все несколько проще, их рабочая температура всего около 20 градусов по Цельсию, но маломощность полученного излучения также недостаточно для разрушения матрицы. Ничего страшного, рассмотрим другие спутники. Sentinel-1 оптики попросту не имеет, вместо этого у него имеется радар с синтезированной апертурой, работающей на длине волны примерно в 3-7 сантиметра. Какое-либо световое воздействие для него будет так же интересно, как для слепого красный цвет. Примерно то же самое у нас со спутниками Starlink. На них установлено несколько фазированных решеток в милливентровом и сантиметровом диапазонах, а значит о лазерном излучении оборудование даже не узнает. Остается самый последний и надежный вариант – забить спутники помехами, временно выведя их из строя. Перед тем, как разделить световой поток на два разных направления, Sentinel-2 использует дихроичные фильтры для того, чтобы отсечь мусорное излучение. Это означает, что до прибора SWIR, который мы минуту назад пытались сжечь, лазер даже не дойдет. Его отсекли бы еще до попадания на матрицу. В тот же момент половина излучения пройдет на ВНИР, ведь часть его рабочих сенсоров находится на длине волны нашего койл-лазера. Но и тут у нас возникает проблема. Каждый отдельный датчик настроен на свой участок излучения, и в этом ему помогают личные щелевые входные фильтры. Единственным уязвимым для нас является датчик B10, который действительно подвергнется помехам ввиду того, что пересвет работает в его рабочей частоте. Как итог, из двух группировок сенсоров мы задели лишь одну, да и то по одной полосе работы из 12. Как понимаете, наблюдать за пулем боя это практически не помешает. Но даже здесь я нашел окно возможностей для подавления Sentinel-2 – Laser Communication Terminal. Зачем нам наводить помехи на оптику, если мы можем навести помехи на систему передачи данных? LCT – это лазерный терминал связи, созданный европейской системой ретрансляции данных – EDRS. Если верить их стандартам, то для связи у них используется двухватный лазерный луч, работающий на длине волны 1064 нанометра. И если бы у нас был итирий алюминиевый гранатовый лазер мощностью в мегаватт, я бы порадовался. Но у нас 50-киловаттный койл-фонарик, а поэтому навести помехи на связь у нас также не получится. Sentinel-1 использует аналогичную установку для передачи данных, так что с ним такая же безвыходная ситуация. Со спутниками Starlink ситуация еще хуже, ведь для передачи данных они вовсе не используют лазерную связь. Вместо этого у них несколько фазированных решеток для радиообмена, воздействовать на которые помехами мы не можем от слова совсем – абсолютно иной спектр работы. Итоги оказываются довольно неутешительными. Как я ранее писал в ответах на комментарии под первым видео, даже коммерческие, не военные спутники оборудованы отсекающими шторами и фильтрами, а также мощными системами охлаждения, что не позволяет разрушить матрицу. Термостойкие стекла из полированной керамики или металлов также слабо уязвимы к нагреву, в то время как корпуса из титанов и алюминия даже не заметят нагрева киловаттных лазеров. Попытки же навести помехи часто упираются в ранее описанные фильтры и отсекающие шторы, что снижает нашу эффективность до минимума. Если хотите поддержать создание новых роликов, то просто подпишитесь на канал и оставьте свои замечания в комментариях. Также можете рассмотреть поддержку канала через пожертвования на Donation Alerts. Там доступны практически все валюты и виды переводов. Кстати, в следующем видео, скорее всего, будет технический разбор ядерной торпеды Poseidon. А с вами был Арбагаст и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok